Всем привет! Мне посылочка пришла от Грандсток. Новогодняя. Сейчас узнаете, почему она новогодняя. Новогодние тапочки. Посмотрите, как хорошо подходят к моему платью. Сейчас я вам их покажу. Вам соседи мои не мешают? Представляете? Вот так они разговаривают. Вот, бедные дети. Они приучены так разговаривать. Ну ладно, не об этом речь сегодня. Посмотрите, как эти тапочки подходят к моему платью. Тапочки простенькие совсем. Махровые. Но сделаны аккуратненько. Не знаю уж, на сколько их хватит. Вот такие розовые, хлопковые тапочки. Так. Ну все правильно я вам показываю. Вот так. Правый, левый. Посмотрите, как хорошо подходят. Потом примерю обязательно эти тапки. Но они огромные. Я заказала 40-41 в расчете, что все тапки маломерят. Не тут-то было. Это не тот случай. Но так как они комнатные, то будет нормально. Мне же не на улице в них ходить. 40-41 вот это. Значит, мне надо было заказывать свой размер. Там 39-й, да? Или как там? 39-40. Но очевидно, что тапочки прямо вот размер в размер идут. Прямо... Потом посмотрите. Все вам потом покажу. Вот такие розовые к моему платью. Прямо замечательные. Потому что... Так. Новогодние, новогодние. Еще такие тапочки. Вот эти уже почему-то маленькие. Хотя размер... А, эти 38-40. 38-40. Но вот эти будут, наверное, нормальными. И на 38 подойдут, и на 40 подойдут. Вот такие карты. Такие они утепленные, как синтепон там внутри. Ну, легонькие совсем. Вот такие вафельные. Тапок же у меня вообще нет. Я уже хожу полмесяца, наверное. Хожу, как вот выбросила свои тапочки, Так и хожу босиком. И вот сейчас я босая. Вот такие еще. Ну-ка. Ну, вот эти отлично. По размеру. Ну, те розовенькие зато. Тапок, правый, левый. Нет, все правильно. Правый, левый есть. Вот это вот, правый. По ламинату скользко в них ходить. Теперь у меня, наконец-то, двое тапок. Я счастлива. Вот это не знаю, что за материал. Подуша, что ли. Ну, Грандсток, спасибо за тапки. Очень рада. Теперь буду хоть по дому в тапках ходить. Так, вот этот костюмчик я заказала для дочери. Она мои видео не смотрит, поэтому я могу смело вам их показать. Хотя, может, и смотрит. Подарю ей на Новый год. Это ее стиль. Вот такие штанишки. Ой, они коротенькие. Еще и на резиночках. Это то, что нужно. Вот даже обрезать ничего не придется. Посмотрите, какие модные. Сшито очень аккуратненько. Резинка, смотрите, широкая, но она прострочена прямо вот в несколько рядов. Карманов-то сколько? Один. Еще вот такие на штанинах, на гачинах карманы. Ну, прямо вот молодежный костюмчик. Прямо вот то, что нужно. А какой я размер? Она любит у меня все свободное. Это ткань хлопок с полиэстером. Так, а размер я заказала 52-й. Ну, наверное, не зря. Он свободненько ей будет, и это хорошо. И это хорошо. Костюмчиком очень довольная. Прям вот очень-очень. Ну-ка, кофточку посмотрим. А кофточка, девочки, вот такая. Вот такая, с капюшоном. В общем, он цвета хаки и камуфляжный, комбинированный костюмчик. Вот такой. Замечательный карман кенгуру. Ой, я думаю, доча будет очень довольна. Прямо вот стильный костюмчик. Ткани компаньоны подобраны идеально. Ну, и еще украшены тут всякими мелкими деталями. Вот я всегда говорю, что вся красота в деталях, весь интерес. Молодцы, хорошо сшили. Нигде я таких не видела. А вот в Грандсток увидела. Огромный карман. Впереди огромный кенгуру с этих, с боков входы. Здесь сверху просто такая обманка. Клапан. Натали. Две маечки заказала. Я думала, она беленькая будет. Но она такого молочного цвета. Это женские маечки. Так, и обе маечки 52-го размера. Я люблю, чтобы маечки были плотненько. Не люблю здоровые маечки и сорочки ночные, когда болтаются. Это мне не нравится. А вот маечки. Ну, разверну, покажу. Обычные. Вот маечки просто обычные. Вот, видите, они с широкими лямочками. Вот такая маечка. Под низ надеть, даже под платьице надеть. Для тепла сейчас зимой. Это то, что нужно. И вот такая беленькая. Это прям белоснежная маечка. Вот такая. Это немножечко как спагетти. Как лапша немножечко такая тянется. Там плотный трикотаж, такой хлопковый, гладкий. А здесь она как лапша. Белый-белый. Прям белоснежная. Ну, всё. Крещенские морозы мне не страшны. Я буду в майке. Под платьице, маечку надеть. Это то, что нужно. Для Сибири. Скатерть. Скатерть. Рогожка. Вот такая морозная скатерть с морозным узором. Сейчас я разверну и покажу. У меня же сейчас есть салфетки с оленями красные. И надо было, чтобы скатерть была какая-то однотонная. Потому что на цветной скатерти эти салфетки, конечно, смотреться не будут. А вообще их можно просто на стол на голый класть. Будет хорошо. Без всякой скатерти. Так, как мы теперь откроем? Ух! Ух! Залепили! Упаковано. Вот там вот. Картоночка там внутри. Вот такая нарядная морозная скатерть. Сейчас я вам что-то покажу. Смотрите, вот она скатерть. А вот эти салфетки можно еще наверх скатерть стелить. Посмотрите, это Оля. Это Оля-затейница. Посмотрите. Оля всегда такие подарки дарит замечательные. Она мне подарила денежку на день рождения. Это я телевизор на эти деньги купила. И еще вот такие салфеточки. И еще туалетную воду. И еще много-много чего. Ну, посмотрите. Вот так положить скатерть. И вот такие салфеточки. Накрыть их гибким стеклом. И кушать подано. Связаны крючком. Просто обалденные. Посмотрите на скатерть, как замечательно смотрится. Правда же? Вот. Потому что скатерть вот одна такая одноцветная. Ну, а вообще скатерть сама по себе смотрится. Изумительно. И посмотрите. У нее вот такие же вензеля, как на моих обоях. Представляете? Ткань рогожка. И мне кажется, на любой праздник ее постелить, она будет всегда к месту. Потому что однотонная, узорчатая, нарядная такая, серо-белая. Прям довольна я этой скатерочкой. Вот в Грандсток нашла. И сейчас еще одну вам скатерть покажу. И еще вот такая скатерть красная. И сейчас я вам покажу. 1082. Вот цена. 1082. Ой, какая. Смотрите, тут мережка. Она льняная, по-моему. По-моему, это лен. Видите? Мережка сделана мережкой. И такой же кардовый рисунок, как клевер, что ли. Листики такие трехлистные. Вам, наверное, не видно. Вам, наверное, и не видно. Так. Такая яркая. Зато однотонная. Стирай хоть в кипятке. И ничего не будет. Теперь у меня есть однотонные скатерти. Но они не совсем однотонные. Но вот эта красная однотонная. А серая-то узорчатая. Морозная. С морозным рисунком. Она серо-белая. Но всё равно на неё можно какие-то цветные салфеточки положить ещё. Или дорожку. Хотя дорожки лучше на однотонные. Да. Дорожка у меня тоже будет. Вот на эту скатерть запросто можно дорожку кружевную какую-то постелить светленькую. Да. Будет красиво. Нарядно будет. Я прямо вот очень довольна. Скатерти замечательные. Ну та вот вообще 400 рублей стоит. Размер у неё 145 на 180. В принципе такая. Немаленькая. Радушная хозяйка. Скатерть так называется. Текстиль для кухни. Так. Ну что ещё вам показать? А ещё я вам покажу вот такие наборы. Кухонные. Можно в подарочки. Можно для себя. Смотрите. Рукавичка. Прихваточка. Видите? С одной стороны красная. С другой стороны серенькая. Это в подарок я заказала. Прямо новогоднее. И вот такое полотенце. Вафельное. Белоснежное. Белое. Беленькое прибеленькое. Вот такое. С петелькой. Как подарочек замечательно. Правда же? В гости кому-то идёте. Но не с пустыми же руками идти. Вот такой подарочек можно подарить. Прямо Новый год чувствуется. Прямо Новый год чувствуется. На мне сейчас аромат. Шанель Альюр. Такой прям сладкий смоленистый. Вот мандаринок не хватает только. А так уже прям ароматы везде летают. Девчонки. Не знаю. Не знаю. У меня какое-то такое предчувствие от этого Нового года. Я жду чего-то сказочного, необычного. Правда вам говорю. Скажите, у кого такое же настроение? Прям очень я довольна. Так. И вот такой ещё наборчик. Покажу вам его. Потому что заклеено всё. Вот такая рукавичка. Яркая. Толстенькая. Ох! Накухаримся. Духовочка у меня работает. Прихватки две. Вот в этом наборе две прихватки. Видите, как будто вязаные. Олени. Олени. Прям вот хочу такие сердечки с оленями. Просто сердечки такие большие, чтобы куда-нибудь их повесить. Не знаю. Хочу. Разные. Вот такую ткань купить. Или, знаете, наволочкой одной пожертвовать. Из наволочки сшить. Сердечки такие. Будет замечательно. Но это ткань рогожка. Плотная. Я, кстати, вот где-то такие скатерти увидела тоже. Вот такие яркие. Но это было давно. Наверное, сейчас их уже нет. И полотенчик. И полотенчик. И вот такое полотенчик. Смотрите, олени, звезды, прянички, ягоды, елочка. Новый год, приходи. Яркий, замечательный набор. Постирать только надо, потому что он такой грубоватый. Платье. Это все будем примерять. Платьице мы будем примерять. Там, в Грандсток, на сайте, было вот такое же платье, только с бабочками. Я его заказала сначала, но мне потом менеджер написала, что такого платья нет, именно в такой расцветке. И предложила другое, и другое получилось еще краше. Представляете? Посмотрите, какое платье. У него голые плечи. Вот так. Рукавчик вроде бы есть, но плечо будет открытое. Посмотрите, это же лучше, чем бабочки, правда? Вот такой рисунок. Интересно. Ткань масла, но плотная такая, прям, знаете, она толстенькая. Примерим. Платье. Вот такое, в клеточку. Вот такое. Его, конечно, стирать придется аккуратно, потому что, смотрите, красное. Оно внизу красное. Покажу на себе обязательно. Что-то мне оно так понравилось, это платьице. Так, а размер какой я заказала? 56. Не знаю. По-моему, 58-го и не было. Или что. Или я его заказала 56-й, потому что оно трапецией. И я посчитала, что трапецией будет нормально. И еще одно платье. Вот такое. Вы его на мне уже видели. Я сейчас просто сравню по размеру. Я заказывала 58-й. Оно мне было великое. И в этот раз я заказала 56-й. Думаю, что вот это платье уже будет мне по размеру. 56-й сейчас примерю. Если 56-й будет нормально, значит, оставляю это себе. Все, девочки, начинаем примерку. Сразу вам тапочки покажу. Видите, какие. Ха-ха-ха. Большие. Большие. Неужели такие женщины есть с такими ногами? Смотрите, какие огромные. Тут я, конечно, лоханулась. 40-й, 41-й не мой размерчик. Хотя по цвету прям замечательные. Но большие. И ничего с этим не поделать. Прям огромные. Ха-ха-ха. Такие тапочки медвежьи. Ну, хорошенькие. Ну, пригоженькие. Так, ну и вот эти. И вот эти. Вот эти прям замечательные. 38-40. То, что доктор прописал. Вот эти хорошо. 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 Правда же? Ну, все. Тапочки есть. Ха-ха. Я ведь вам еще не все показала. Вы посмотрите, какой плед. Вы только посмотрите, какой плед с какими оленями. И там в Грандстоке пледы всевозможных размеров. Всевозможных. Я вот всю квартиру этими оленями заставлю и застелю. И завешиваю. Посмотрите. Наверное, вам не видно. О! Ну, смотрите, какие красавцы. Они прям такие же, как мои олени. Керамические. Вот прям такие же изящные. Вот я хочу кровать свою застелить таким покрывалом. Ну, скажите, какое классное. Мягкое, приятное. Велсофт. Посмотрите, какое платье. Посмотрите, какое платье. Хорошо, что 56 размер заказала. Вот то, что нужно. Ну, потому что оно сшито трапецией. Меня просили показывать сзади платье. Красота. Правда? Платье замечательное. Только бы не полиняла. Но буду стирать аккуратно. Вот это платье буду стирать аккуратно. Видите, как много там красного цвета. Красный трикотаж. Боюсь, что полиняет. Если постирать в горячей воде, только в прохладненькой. На лето то, что нужно. Вот, девочки, это мой размер. Все-таки в 58 размере это платье было мне велико. А вот сейчас я чувствую себя комфортно. Я сейчас не вижу, что оно болтается на мне. И не обтягивает вот то, что нужно. Посмотрите. Оно не отглажено немножко. Вот так немножечко торчат плечики. Но ничего страшного. Но вот это платье не нравится, как сидит на мне. Прям очень-очень. На каблучки встану. Вот прямо оно нарядное. 58-ое мне великовато. Это себе оставляю. Именно в 56-ом размере. Девчонки, я офигеваю просто от этого платья. Но оно шикарное. Но оно шикарное, правда? Я не знаю, что меня смешит. Но оно какое-то сильно открытое. Но мне это нравится, правда? Ой, прям вообще практически голое. Но оно шикарное, правда? Посмотрите. Посмотрите, какое платье. Это же вообще прелесть. Чудо. Вот оно практически до пола. Но оно шикарное. Все открыто. Тут все открыто. Длинное, облегающее. Ну, я прям в нем королева себя чувствую. Для лета, мне кажется, это очень красивое платье. Именно такое вот нарядное. Вот этим платьем я довольна. Хорошо, что это не бабочки. Наверное, с бабочками было бы тоже неплохо. Оно бы прямо летнее было. Но то, что мне предложили именно цветы, вот такой вариант. Мне это очень нравится. Ой, какое платье. Прям шикарное. Я довольна. Вот этим платьем я очень довольна. Прям длиннючее. Ух. Мне оно нравится очень. И еще кое-что есть. И еще одно платье. Тоже 56 размер. Ну, вот знаете, после предыдущего я в этом такая вся запакованная. Вот прям все под горлышко. И опять же, вот эта обработка, обтачка. Все сделано так же. Я бы вот, ну как, для себя вырез сделал бы побольше. Вот прям побольше. Как-то для меня это сильно упаковано. Мама примерит. Если ей понравится вот такая модель, то я это платье подарю маме. Если что-то ей не понравится, тогда я буду делать под себя. Мне хочется сделать все-таки вырез поглубже. Как-то маловато для меня. А платье очень комфортное. Вот полосочка вот эта тесьма пришита. Это обманки, не карманы. Ну и цвет синий. Мне вот такой цвет синий идет. В общем, мамуль, смотри, если платье тебе это нравится, и если тебе подойдет вот такая маленькая горловина, для меня она маленькая. Маме может быть понравится. Кто тогда маме? У нас не одинаковый размер. И вот такой девочке костюм мужской, домашний. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та-та-та. С Дедом Морозом. Клечатые штанишки и вот такая синяя футболочка с Дедом Морозом. Новый год, то, что нужно по дому ходить, правда? Костюмчик приятный. Хлопковый полностью весь. И футболочка, и клечатые штанишки. Вот такой. Это все, что я вам хотела показать. Спасибо Гранд Стоку за предоставленную одежду. Все подошло, но вы сами видели. Всем довольна. Ссылочки на каждую вещь оставлю под этим видео в инфобоксе. А теперь пока-пока. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok